Как и идиоты эти все заморочки считали. А это для того, что каждая вот эта полоска, она обозначает или сына. Допустим, вот у Велеса каждый волосок на его бороде обозначает одного из его сыновей, основных. Но тоже описывается, или мы изображаем Велеса, когда он с короной, или мы изображаем Велеса с топором, или другая форма Велеса. И от этого, допустим, у него может быть разное число этих волосков, просто из-за размера самих изображений. Таким путем мы упоминаем или всех его сыновей, если статуя где-то такого размера. Там как раз 400... Я понимаю. Человек, который знаком с Ведами, он смотрит на изображение Велеса и видит всю соответствующую, присущую нему информацию, которую основную нужно знать. Хоть боги часто рождались у разных родителей, в разных семьях это разное, но как бы все-таки за каждым из богов есть тот или иной его сын, тот или его отец. У Велеса, вот, божественных, вот, конкретных, которые во Вселенной с ним, это 457 сыновей. Поэтому на большом его изображении моделируется, соответственно... И если добавишь одну полоску, она уже будет искажать полноту той информации, которая присуща. Если мы, допустим, делаем самое маленькое изображение, то там, соответственно, 31 его сын. Это самые такие отличившиеся. Есть варианты малюсенького изображения Велеса, которое носится на шее. Так там всего лишь... Ну, там борода вообще еле видна. И там этого с руническими символами промоделирован символ Велеса. Но там все равно сбоку есть одна отметина, обозначающая Индру, как его главного сына. На большем уже знаке есть отметины из-за Геракелыша еще. Но обозначено, что это пресеченный Овет. В общем, нужно разобрать для себя информационно-образные характеристики каждого знака. И для того, чтобы люди, которые сидят рядом со мной, общаются, видели некоторую символику. Иногда, да, огромное количество ее используют, чуть ли не на всех конечностях. Но мне вообще никакая символика из визуальной, в принципе, вообще не нужна. Потому что есть символы, даже высчитывая астрологию, я так или иначе снова встречаюсь с этими символами. И в памяти у меня их много сохранено, как бы. То есть я могу пользоваться даже чисто тем, что есть в памяти. Хоть иногда вспомогаю и, ну, допустим, заставкой на телефоне или еще чем-то таким. То есть даже визуальная память развивается, да? Если ты видишь часто эти образы, ты уже знаешь каждую черточку и что она означает. Так вот, с символикой как? С одной стороны, это хорошо. И чем больше символики, тем лучше. Но с другой стороны, когда человек просто обвешался с символикой и думает, что он будет жрать мясо, сношаться там и так далее и тому подобное. А символы будут его очищать, символы будут его там куда-то везти. Ну, символы, может, его приведут к тому, что у него атрофируется член и загниются кишки. Ну, чтобы он дальше не деградировал. Чтобы он обратил внимание истинное на эту символику. Или чтобы он обратил внимание, или если боги решат, что уже не подлежит, то чтобы...